вообще я в это место сегодня пришел как бы на разведку вот я здесь обычно собираю сосновые белые но они к сожалению и так и не пошли не появились вот и боюсь что может быть даже и не появится вот если еловые белые уже идут во все и все устраивает судя по ножке по толстой то боровые боровички полная тишина вот но не знаю может быть день будь они есть но вот здесь на этом месте где они обычно растут ничего нету ни одного не старого не молодого ну хоть бы калачи какой-нибудь колобашку какую-нибудь нарезанную конкуренты бы оставили пока ничего значит они не пошли я не знаю скорее всего наверно по боровым этот год будет пролетным у меня в общем первым делом засуха ударила по боровым белым и боровым поддосиновиком о маслятки маслятки я их уже их тут собираю вот они любят такие открытые места и тем более сейчас что хорошо вот что маслят мало попадаются чревых кстати вот этот чуть-чуть чревенький вот этот чистенький мухоморов стал расти ну просто немерено вот бы чё если бы собирать так можно вообще корзинами таскать корзинами кому нужны мухоморы обращайтесь у нас их вообще очень очень много могу насушить о чё-то я тут хорошая вижу о и по-моему это беленький а ну правильно мухоморы мухоморы это спутники белых вот на 3 товарищ у нас оправдываешь свое название елового белого о так вот белый а вот елка все оправдал название еловый белый но на самом деле он называется еловый белый маслят накопал целую кучу целую кучу ой что-то вот после дождичков как началось этот самый дождички прошли вот и они так радостно все махом о что я вижу ребята это сказка вы посмотрите даже отсюда видно посмотрите вот прям по курсу прям по курсу и стоит просто можно запнуться посмотреть какой красавица тебя что сюда поставили что ли вот это да и вот не знаете чего особенно радует толщина ножки вот ножка толстая значит все ему ход хватает так сейчас секундочку опа вот все ему хватает а значит питательных веществ и условия произрастания ему хватает это толщина ножки указывают а значит волна не прекратится а вот когда пойдут белая и грибы с тонкими ножками опа смотрите к вон еще один стоит вон там вот я не знаю видно не видно сейчас мы к нему пойдет так а если вот с тонкими ножками пойдут все волна пошла на убыль ну это это же грибница ну ты товарищ немножко помладше ухты вот смотрите их на дожке два экземпляр чека ну но этот этот пи но этот фантастика конечно на самом открытом месте и никто его не нашел вот интересно смотрите если вот на таком открытом пространстве никто этого белого не нашел это значит здесь как минимум день-два никто не ходил никто не ходил белый это означает грибничка вот поэтому тут правда не только белый но и подберезовички поэтому смысл пройти вот это направление вот где белый роз просто по вектору стоит ну и по повилять тоже конечно стоит вот хороший такой шоколадного цвета хорошие по березовички поэтому вот такие моменты нужно про себя отмечать на открытом месте никто не проходил грибы есть поэтому мы очень внимательно все смотрим все же мухоморчики это одни из самых красивых грибов но стать как красиво стоят красотища мухоморчики так мухомора есть где белая папа только не белая подберезовик снова снова подберезовики по моему старенький ну ка нет нет смотрю прочный а по шляпочки так я посмотрел вроде как староватый нет смотрите под шляпочкой белая это значит он совершенно молодой шляпка не потемнела внизу у стареньких и таких взрослых уже шляпочка внизу темнеет берем так поим моя часовая разведочка сейчас уже заканчивается мне скоро уже будет на работу идти точнее ехать вот поэтому я сейчас еще загляну в березнячок буквально на 10 минут у и все и поэт и поэтому вы знаете что я сказал у вы видите что впереди это беспредел это полный беспредел смотрите-ка вот это белая ничего себе если это окажется еще и не червивый это что-то какая красотища беленький опять еловый но вот там что-то невероятное большое ох сейчас мы до него дойдем давайте мы вот этот сначала сорвем о такой звук не еще при сорвании ох ты белый елка и силовой белый так ладно ну теперь вот этот ой-ой-ой-ой-ой-ой сейчас мы ему подкрадемся вот это гигантик слушай-ка он ведь он ведь совсем не старый абсолютно не стара нету посмотрите какая ножка обалдеть о вот это да вот это белый ну ничего себе вот это белый о слушай он точно не червивый будет я сейчас его надрезаю покажу вам точно такой прочный и под шляпочкой то белая значит он молодой знаете немножко ошибся чуть-чуть такая рыхлость и червоточинки наблюдались у него в самом начале а вот здесь вот уже с этого с этой точке уже абсолютно чистый вот так вот шляпку мы даже проверять не будем какая прелесть а вот это беленький вот вот эта разведка до гриб часах разведочного всю корзину занял у меня грибницу никто не отменял поэтому мне нужно сейчас будет здесь все детально осмотреть так ну обычно я так делаю небольшой круг потом еще круг побольше потом еще круг побольше вот поэтому так чтобы точно ничего не пропустить вот но ведь ведь елочек то здесь достаточно так под ногой что-то хрустнуло нет я уж испугался думаю на гриб на какой-то наступил такое бывает вот маленький круг как как бы мы сделали так а вот я что-то вижу там впереди ну-ка-ну-ка о сгнившие что-то сгнившие белый на разгнивший о и там еще один стоит еще один и хороший а вы посмотрите о так упак подкрадываемся так вот это у нас будет хороший растет из-под палки таким мухом красивым ножка у нее мягковатая ножка мягковатая но шляпочка хорошая будет у нее это точно а вот там я весь в сомнениях сомнениях по моему все старое все а а тут с этой стороны березки посмотрите еще притаился вот он вот он красавчик ну ты то у меня будешь хороший это точно выкручивайся выкручивайся а ты у нас шикарный пузатенький так но здесь у нас ну да тут уже скончались давным-давно никто никто их не сорвал так ну что сейчас делаем второй круг так и вот смотрите на втором кругу вот опять опять гигант боюсь что он не хороший будет как и те нет вообще-то ты смотри-ка вроде как и и ничего ну вообще-то ничего хотя даже я не скажу что очень старый то посмотрите по шляпочкой это нормально тебя надо проверять товарищ надо так сейчас мы еще круг мы сейчас их обрежем вот но мы сейчас круг этот закончим мы сейчас уже примерно в пяти метрах от первоначального найденного гриба так второй круг не дал никаких результатов поэтому мы идем в березки у меня всего 10 минут я в цейкноте всего 10 минут у меня грибалки осталось маслятки все идут и идут и все время провоцируют на дальнейший сбор я в принципе уже набрал маслят но вот ну чего делать ну берем уж больно красивые маслятки вот они и березки и они меня встречают вкусными зонтиками вот слушай ну просто некогда мне вас готовить вот ну никогда то бы я взял поджаренная на сковородочке вы очень вкусная вот он зонтик зонтик который дошел до кондиции о какой тут их много вообще честно говоря по вкусу говорят когда приготовишь очень похож на куриное мясо особенно если его обжарить в кляре деревенские говорят что варить его не нужно вот его сразу на сковородочку обвалять в муке сухариках вот ну в кляре вот и все и вперед пожарить в маслице с чесночком и получается по вкусу немножко напоминает куриное мясо я пробовал сам ну да что что-то в этом есть да а вот там смотрю такой беспредел мухоморный посмотрите что творится ой 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 тут целая банда а иначе никак не скажешь банда а это противоборствующая банда еще куча так но пришел сюда не за этим мы хотели посмотреть березки на наличие подберезовиков сейчас я быстренько пробегусь но у меня время совсем мало совсем мало осталось сожалению конкурентов здесь немерено одни переклички вот но тем не менее вот посмотрите какая прелесть а какой он толстый вот принципе я за такими то и пришел ну посмотрим что то будет или нет но извиняюсь тут как конечно на народу место популярная очень ну почему почему вы не под березовики почему вы не белые посмотрите что творится ох красотища ты какая да вот это да с юбочкой с юбочкой стоит ой какой красавица прям аж упа смотрите-ка пока я тут разгляд глядую вот этих вот этих красавцев посмотрите вот туда дальше видите сейчас подползем вот они лесовички о как я коренности ну вы себе место выбрали конечно в друзья конечно выбрали таких вот буквально недалеко от этого места смотрите я уже как-то показал он такие фишки кстати листвы много ничего не видно вот факт но есть бугорок вот факты или мухомор или все же под березовик сейчас мы посмотрим что это у нас ведь как поднято листва сейчас мы это разгребем а может быть что-нибудь другое 3 ну-ка а нет мухомор но ведь бывают и белые и под березовики точно так же поднимают листики под конец то еще один ой ну не успевали не успеваем не надо сейчас уже мы ну какие же вы хорошие какие же вы хорошие посмотрите начинается дождик да и фиг с ним наплевать я сейчас сяду машину и поеду и похвастаться ничем не могу кроме громадным количеством конкурентов и мухоморов так что на этом пока все пока до следующей грибалочки а